Всем привет! Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Рада вас приветствовать! Сегодня я предлагаю просмотреть прошлое, настоящее, будущее. Для чего это необходимо? Для того, чтобы наконец прийти к состоянию внутренней готовности к будущему. Ведь в будущее мы можем вступить лишь тогда, когда тщательно проанализировали прошлое, когда сделали верные выводы, когда что-то оставили, то, что давно не нужно. Итак, ну расклад сегодня будет тоже у меня в таком формате, свободном. Что-то мне хочется именно так сегодня считывать информацию, ну пусть так и будет. Буду доставать произвольно по одной карте и анализировать ее для вас. Итак, поехали! Так, что мне хочется достать? Хочется мне достать вот эту карту. Ух ты ж, девятка червей. Карта исполнения желаний. Смотрите, какая красота. Ну, вообще, карта воодушевляющая, карта легкая. Такой свободный энергетический поток идет. Как будто человек освободился от чего-то и готов принять будущее. Девятка — это удача, которая идет к вам в руки. Это независимые от вас обстоятельства, какие-то приятные сюрпризы, подарки, которые готовит вам судьба. Ну, подарки просто так не дарят, да? Все-таки Вселенная желает одаривать тех, кто что-то прошел, чей дух укрепился, и кто получил мудрый, ценный опыт жизненный. Вы как раз такой человек, и то, что вы получаете, вы заслуживаете по праву. Вы работали над этой ситуацией, да, вы вложились в это. Даже если вы не работали, вы что-то пережили, вы прошли, вы трансформировались колоссально. Это тоже опыт жизненный, и это тоже своего рода жизненный экзамен. Вы это завершили. Трансформация завершена. Девятка червей — это конец трансформации и начало какого-то нового светлого периода, где уже будут осуществляться ваши новые планы, надежды, желания. Все по-новому, по-другому, да? Ну, давайте посмотрим. Это у нас сигнификация вашей ситуации, то есть энергия очень хорошая вокруг вас сейчас, замечательная. Ну, давайте прошлое посмотрим, что там в прошлом было. Ну, я говорю, что здесь были трудности. Семерка бубен не без денежных моментов обошлось, вернее, как сказать, да, не обошлось без денежных материальных каких-то моментов. Деньги вмешались в ваше счастье или что там произошло? Часто эта карта показывает на обязательства, которые обозначены на бумаге. Вот с этим связана ваша проблема, с этими бумагами. Либо кто-то взял на себя обязательства, да, в вашем окружении, и пострадали от этого вы, ваши отношения в целом. Либо у вас проблема, у вас, да, то есть вы взяли на себя, взвалили какие-то обязательства, вот этот крест тяжелый, что-то подписали, и это вас, ну, в некие такие ежовые рукавицы заключило, лишило свободы внутренней, комфорта. Вы, так сказать, чувствуете себя в таких тисках. Неприятная ситуация. Вы были вынуждены это терпеть. Ну, обязательства — это такая вещь, очень неприятная. Здесь мало что можно изменить. Скорее всего, все ваши попытки что-то изменить, как-то воздействовать на ситуацию, оканчивались ничем, неудачей. Всё почему? Потому что в бумагах оговорены сроки, потому что оговорены конкретные условия, от которых отойти нельзя, да. Вы подписали то, что должны соблюдать по полной программе, хоть вам это и неприятно, не нравится. Либо же человек, с которым связана вот эта история проблемная, что-то подписал. Здесь именно идёт сделка какая-то, деньги, денежные вопросы, бизнес, возможно. Что-то подписано, человек обрекает себя на некую зависимость. Это не есть хорошо. Сложно сказать, что заставила человека войти добровольно в эту зависимость, но она есть. И она по сей день, наверное, является такой вот давлеющей на вас, да. Энергия давления идёт от этой карты. Изменить ничего нельзя, потому что на бумаге подписано. Так, смотрим настоящее. Что в настоящем? Возможно, уже эта ситуация нейтрализовалась как-то. Вернее, нейтрализовала негатив, ушла из вашей жизни. Нет, это ещё удар всё-таки, да. Это последствия того удара, который вам нанесли. Она остаётся. Туз, пик. Но карта сложная, да. Пусть она вас не пугает, но тем не менее, кто понимает немножко в игральных картах, вы осознаёте, да, суть и весь трагизм этой карты, весь драматизм её и всю силу негатива, который в ней заключён. Безусловно, она указывает на магическое воздействие. Там, где деньги, обязательства бумажные, обязательно присутствуют в магии, это 100%. Вот. Может быть, человека вашего любимого втянули во что-то, да. Может быть, вас туда втянули. Вы смотрите по своей ситуации. Может быть, кого-то из ваших близких, да, расклад общий. Берите только то, что ваше. Но здесь именно магический какой-то удар имел место. Либо, ну, какие-то манипуляции. По Тузу, пик проходит ситуация манипуляций, когда человек вовлекается в какие-то денежные вопросы, сделки, да, заключаются. То есть он вовлекается с целью взять на себя вот эти обязательства. Кто-то что-то на него хотел взвалить, да. Но это удар для самого человека. Это даже, ну, скажем, удар ниже пояса. Это когда человека ставят перед фактом, да. Никто не спрашивает его желания. Никто не предоставляет выбора. Ну, тяжёлые карты, конечно. Но посмотрите, девятка червей. Вы проходите через это всё. Вот через этот кошмар. Вы просто вот сквозь вот этот негатив. Вы как-то проходите, сохраняя при этом свою Любовь, свои чувства, свои надежды. Девятка червей — карта надежд. Вы не теряете самообладание, хотя вам тяжело, вам трудно. Я вижу, как вас сильно ударило, да. Но ведь мы никогда не остаёмся наедине со своим горем, да. Вселенная нам помогает. И, возможно, вы нашли силы именно в эзотерике, либо в церкви, да. Вот сохранили свою энергию вот эту. Давайте будущее смотреть. Будущее. Что нам расскажут карты о вашем будущем? Десятка трев. Карта амбициозного человека. Карта человека, который проснулся ото сна и начинает любить себя, да. Посмотрите, как он стоит, что-то рассказывает, и он как на пьедестале, да. Он выше всех. Все сидят, он стоит. А если была какая-то конфликтная ситуация, и ваши интересы подавлялись, то есть не хотели признать вашу позицию, не хотели принять ваше мнение, вас не хотели принять как Личность, как человека, то здесь Вселенная вас возводит на пьедестал, и вы становитесь как бы над этими людьми. Но вот так меняются роли. Смена акцентов рано или поздно настигает каждого, каждую ситуацию. Если когда-то кто-то принизил чьи-то достоинства, если кто-то определил для кого-то место в этой жизни, в некой нише, да, то в эту нишу он попадет сам. Это закон Вселенной. Здесь смена акцентов, смена ролей. Карта уникальная на самом деле. Карта воздаяния такого своеобразного. Каждому за собственные дела, за поступки. Поэтому вы окажетесь в несколько привилегированном положении, я так скажу, в более выгодном положении, чем ваши недруги, завистники. И кто там не дает вам покоя, кто там вредит вам, кто там хотел указать вам свое место в этом мире. Вот так жизнь поворачивается, да. Вот так жизнь поворачивается. Поэтому будьте готовы к некой такой амбициозной победе. Но согласитесь, это приятно, да. Воучию созерцать то, как те, кто унижал ваше достоинство, сами барахтаются в такой же ситуации. Но вот вам суждено это увидеть. Не каждому бывает суждено увидеть воздаяние. Оно настигает каждого, но иногда бывает, что люди не дожидаются уже всего этого. Вы дождетесь вам это по судьбе увидеть, истину увидеть, правду, и занять то положение, которое вам изначально предначертано Вселенной. Давайте еще посмотрим будущее, да. Замечательное будущее. Так, здесь родственные связи выходят. Смотрите, какой-то коллектив, да. Внутри коллективные, вот эти внутрисоциальные, межличностные отношения. Здесь проблема кроется какая-то. Ну, смотрите, придется, конечно, вам вникать в это все. Может быть, родственники обременят вас какой-то проблемой, какими-то вопросами. Вам нужно будет этим заниматься. Ну, проявите заботу, проявите понимание, проявите сердечность. Помогите, чем сможете, да, чем сможете. Ну, почему-то эта карта выходит. Да почему она выходит, давайте уточним. Не очень интересно. А, здесь проблема. У многих проиграется проблема во взаимоотношениях, конфликтные ситуации именно в кругу близких людей. Вот здесь вы авторитетом будете. Может быть, знаете, как случится? Ситуация, которая была предметом конфликта, предметом раздора для вашего привычного круга людей, для вашего близкого окружения. Вот эта ситуация повернется сама по себе так, по независимым от вас обстоятельствам, так, что вы окажетесь правы. И все это признают. Вы были правы, но не признавали вашу правоту, считали, что это смешно, считали, что это неправильно. Вот насмешки идут как бы над вашей правотой какой-то, над вашим мнением, над вашей позицией. Но здесь всё повернётся так, что все ахнут от того, что вы окажетесь правы. И они вас начнут воспринимать по-другому. Начнут к вам прислушиваться. Ну, как-то вот переоценят вас, да? Переоценка вас произойдёт в их глазах. Ну, так что да, десятка тревков арта оратора вы, конечно, сможете словесно это всё как-то оправдать, да? Вот, знаете, как-то вот словесно свою ситуацию донести до людей. Вы продолжите как бы утверждать свою позицию. И вы укрепите своё положение вот в этом кругу. Вот такой расклад. Девятка червей, десятка трев. Исполнение ваших желаний вопреки тем рамкам, которые вам создали через бумаги, навесив на вас или на ваши отношения с кем-то, какие-то обязательства, принудив кого-то к чему-то. Вы выходите из этой ситуации, окажетесь правой. Все ахнут вокруг. Я думаю, что очень такой расклад воодушевляющий, вселяющий уверенность в себе, придающий вам внутренней такой уверенности, да, твёрдости. Так что вот так. Вот так. Пишите, как проиграется расклад, чья-то ситуация, кому она подходит. Обязательно отпишитесь, ну, по возможности, да. Мне всегда очень приятна любая обратная связь. На этом всё. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что совсем ненадолго. Всем пока!